Международные правила противоположения столкновения судов в море МППСС или Collision Regulations International Regulations for Preventing Collisions at Sea То же самое Принято в 1972 году Комитетом Организации Объединенных Наций ИМО И ратифицированным большинством стран мира Которые представлены в Организации Объединенных Наций Тоже важный курс в нашем обучении с вами Потому что надо знать, уметь расходиться с другими судами Причем, при том, что все суда в мировом окраине Большинство, 99% стран изучают эти правила И все расходятся по одним правилам, чтобы не приводить к компромению Однако же одно из первых положений данных правил гласит Правило номер два, ответственность Я его даже зачитаю Потому что оно очень важно для нас без искажений Ничто в настоящих правилах Не может освободить ни судно, ни его владельца Ни капитана, ни экипаж От ответственности за последствия Могущие произойти от невыполнения этих правил Или от предупреждения какой-либо предосторожностью Соблюдение которой требуется обычной морской практикой Или особыми обстоятельствами данного случая При толковании и применении этих правил следует обращать должное внимание На всякого рода опасности плавания и опасность столкновения И на все особые обстоятельства Включая особенности самих судов Которые могут вызвать необходимое Отступить от этих правил И дать в ближайшие непосредственные опасности Много наговорил ли физических терминов Оля, что понял, Рад? Каждый, кто входит в судне, несет ответственность Нужно соблюдать ее Не пренебрегать Все Ты что повезешь? У меня есть моргалка Ну хорошо, ты пошпоргалки неважно Капитан, владелец, перечисленные лица Ну, несколько времени применения к себе как к капитану Трактует это так, что каждый капитан обязан соблюдать правила ППСС И несет за это ответственность Но в случае каких-то обстоятельств Он должен договориться на свои одни и эти правила А с здравым вкусом, который диктует Как вести себя в эти обстоятельства Точно, очень близко Представляете, в самом первом правиле, это правило номер два, они говорят В случае, когда обстоятельства сложились таким образом, что капитан при использовании их, это приведет к столкновению, может отступить от правил То есть, в первом же пункте они говорят, забудьте про эти правила в случае крайней необходимости Тогда это может наступить и всегда То есть, мы всегда теоретически можем сослаться, чтобы мы отошли от этих правил, потому что в данном случае мы посчитали, что правила уже не действенные Ну, для меня, как юриста, это парадокс Потому что правила они на то и создаются, чтобы соблюдать А они говорят, что по большому счету, забудьте про эти правила Юристы, когда судья или так далее, принимают решение или готовят свои какие-то акты судебные, они четко руководствуются законом, чтобы выиграть дело Если есть законодательные акты, нормы, правы и так далее, применяя их, мы выиграем А здесь международное общество сказало, забудьте про эти правила Это в самом начале, ладно, в конце где-нибудь маленькой строчечкой, а не в самом начале говорят Поэтому имеем это в виду в дальнейшем при разборе разных вопросов, которые у нас будут возникать Еще? Так Далее, общие понятия Термин на ходу Означает, что судно не стоит на якоре, не ошвартовано к берегу и не стоит на миле Очень интересная трактовка Судно на ходу не написали, что оно под двигателем Они написали, что не ошвартовано, не стоит на якоре и не стоит на миле Они просто сюда, вот в этот термин, загнали еще понятие дрейф То есть мы с вами вышли в море, отключили двигатель, стали купаться Так вот в этом случае мы с вами судно на ходу Поэтому если стоит вопрос Дайте определение судно на ходу Мы говорим, оно не ошвартовано, не стоит на якоре, не стоит на миле Суда должны считаться находящимися на виду друг у друга Только тогда, когда одно из них может визуально находаться с другого Визуальный контакт Целый раздел у нас будет посвящен этому определению Суда находящиеся на виду друг у друга Термин ограниченная видимость Означает любые условия, при которых видимость ограничена Из-за тумана, мудлы, снегопада, сильного линия, песчаной бури Или каким-либо другим подобным причинам Туман, мудла, снегопад, сильный линия, песчаная бури Скажи, пожалуйста Условия ограниченной видимости Термин ограниченная видимость Ураган там нет такого Ограниченная видимость Туман, мудла, снегопад, ливень Туман, мудла, снегопад и песчаная бури Вопрос Мы идем с вами на лодке И вступают в сумерке Это ограниченная видимость Да Не ограниченная видимость Это уже другое условие Ну, немножко разобрали Хорошо Теперь Раздел Плавание судов при любых условиях видимости Первое, что мы с вами должны делать Это вести наблюдение Постоянное наблюдение Не отвлекаясь За всеми судами в акватории То есть Тот, кто у нас на вахте Имеется в виду Тот, кто у нас за штурвал Идет постоянное наблюдение Правило 6 Безопасная скорость Мы с вами должны двигаться с такой скоростью Чтобы в случае необходимости Мы смогли заблаговременно остановиться Чтобы могли предпринять надлежащее эффективное действие Для противопрождения столкновения И условиями Условиями К надлежащей скорости Безопасной скорости У нас будет Оценка Состояние видимости Плотность движения Включая скопление рыболовных И любых других судов Понявленные возможности судна И особенно расстояние Необходимое для полной его остановки Поворотливость Ночью Наличие фона освещения От береговых огней От рассеяния света собственных огней Состояние ветра Море Течение Близость навигационных опасност Соотношение между осадками Имеющимися глубинами Представляете о них сколько Безопасную скорость Или общих условий Которые мы должны с вами оценивать Как компьютер Поэтому Мы должны знать Маневренные способности своего судна Вот допустим мы вчера с вами ходили Как раз оценивали А как быстро она остановится Как Как долго она идёт По инерции Наша лодка Поэтому Вот эти все особенности Мы должны учитывать Волнение и ветер Будет её подгонять Если это будет Стормутно А мы идём Нолком Против Наоборот Нас тормозит И так далее и тому подобное Все эти условия Мы должны учитывать Чтобы соблюдать Безопасную скорость Правило 7 Опасность столкновения Каждое судно Должно использовать Все имеющиеся средства В соответствии с обладающими Обстоятельствами И условиями Для определения наличия Опасности столкновения Если имеются сомнения В отношении наличия опасности Столкновения То следует считать что оно существует Идём мы На яхточке На шкула И видим какое-то судно Вдалеке идёт Оно нас не беспокоит Оно не вызывает у нас Волнения Но как только мы Начали Уловаться Блин А идём ли мы Располнение А идём ли Распекающиеся курсы А Что это за судно Пару стоило моторное Или роволовецкое И так далее Как только возникли Эти мысли Значит У нас появились сомнения Значит Есть Существо Толкновение Значит Надо уже Когда же Наши правила Трактуют Существует Или Есть опасность Толкновения Вот Два судна идут Скажем так Пересекающимися курсами Мы За штурвалом Вот этой лодки Если Пилинг Если Пилинг Это у нас Угловая Величина Да Пилинг Относительно нашего курса На Судно Которое Предполагает Идет На нас К столкновению Пересекающимся курсом Если Пилинг На это судно Не меняется То Риск столкновения Не считается Существующим Если Это судно Второе судно Вы здесь Да Идет И мы видим Как Пилинг Сильно меняется Мы допустим Идем Медленнее Вот это Вокруг Он меняется То Это судно Пройдет По носу Если Вы Уводим Вперед И Получается Быстрее А Пилинг На это судно Увеличивается Значит Оно Вероятнее Пройдет По корме Если Пилинг Не меняется Значит Велика Вероятность Снообновения Как мы с вами Определяем Пеленгатор Постоянный У вас Смотреть Это неудобно Мы просто Банальным образом Штурвал Наш Смотрим На Леерные Слойки Леерные Ограждения Которые Ближайшие От нас Может быть Банты Которые держат мачки И Смотрим И Вот Там Вдолете Судно Вот Мы Здесь Стоим Наши Глаза Здесь Держим Штурвал И Смотрим Относительно нашей стойки Леерного ограждения Пилинг Вот такой Потом Проходит Время Судно Осталось Там Еще Кое-то время Судно Осталось Там Значит Пилинг На данное судно Не меняется Если на этой стойке Оно уходит вперед То Тогда Пилинг Меняется И Мы понимаем Что Оно Пройдет по ногам Если Судно Существует Опасное Столкновение Если Судно С которым Мы приближаемся К этой ситуации Большое Даже Если Пилинг Меняется То Может Существовать Опасы Столкновения Почему? Потому что Мы Пилинг Могли взять На нос Когда Уже Хоть Не извиняюсь Пилинг Окажется Что Мы Действия Для Предупреждения Столкновения Для Предупреждения Столкновения Любое Действие Для Предупреждения Столкновения Должно Быть Уверенным Своевременным И соответствовать Хорошей Морской Процессе Достаточно Эффективными Считается Изменение Курса И скорости Причем На следующей Величине Изменение Курса На 30 градусов Изменение Скорости На 50% То есть Это Либо Увеличить Либо Замедлить А изменение Курса Не меньше Чем На 30 градусов То есть Если Мы Увеличиваем Скорость Либо Уваливаемся Важно Чтобы С другого Судна Это Было Хорошо Различимо И понятно То есть Изменение Нашего Курса И скорости Небольшими Действиями То есть На 5 градусов чуть-чуть повернуть Или Чуть-чуть уменьшить Скорость Это Неявное Изменение Оно Недостаточно Для того Чтобы Бездифицировать Визуально Напугать Другого Суда Они Будут Вернуть Точно Раз Такой Такой Ситуации Будет Нас приводить И Чуть-чуть Придется Распоминать Правила Номер 2 Наиболее Эффективным Правила Говорят Что Изменения Курса Наиболее Эффективным Правила Чем скорости Если Одной группы Бирать Изменение Курса Лучше Правила Номер 9 Плавание Узости Узости У нас Считается Пространство Ограниченное С двух сторонами Это У нас Могут быть Остров Полуостров Это Ограниченное Знаками Пространство Вход В гавань Марину Проход между островами Все это Будет считаться Узостью Узости Предписано Всем судам Следовать Правой стороне Прижиматься К правой стороне То есть Расходится Левым портам Максимально А Судам Как парусников Небольшого размера До 20 метров Предписано Не мешать Всем судам Давая На дорогу И нам Запрещается Точнее так Не запрещается Не Рекомендуется Вставать На якоре То есть Если вопрос В тестах Допустим Будет звучать А можно ли Вставать На якоре Таким Можно Но Не мешая В ранних обстоятельствах То есть Если нам захотелось Вставить На якорь Плавание По системам Разделения Система Разделения Это У нас Как Хайвей В европейских Городах Туда встаешь И полетел То же самое Здесь На море Там где трафик Очень сложный Очень много судов Они На картах Отрицуют Вот такую Систему Разделения Она Никак не обозначена Никаких Буйков Ничего Нет На карте Она Обозначена Вот таким Образом Где Суда Заходят В эту систему Разделения И Достаточно Быстро Прут Чтобы Никто Им не мешал Здесь Они Уже Допустим Расходятся В портовую зону Точно так же Как С этой стороны Они Заходят Большие Суда В основном Это коммерческие Суда Перевозящие Грузы Мы Можем Находиться Не мешая Другим Судам Разогнали Скорость Или Допустим Судам То Нужно Похоже Как Передвигаться Схема Разделения Движения Нам Предписано Пересекать Под прямым углом Перфиндикулярно Вне зависимости От ветра Течения Допустим Течение В эту сторону И Мы С вами Захотим Четко Соблюдать Траекторию Перфиндикулярную То Нам Надо С вами Будет Идти Слегка Против Течения Чтобы Остаться На Перпендикуляре Ну В Противодействии Течения Сюда Нас Сносим И Мы Должны Просто Пересекать Соблюдая Перпендикулярно То есть Я буду сносить Постоянно Но Мы Должны Идти Перпендикулярно Трэффик Сепарейшн Схем Такие правила Для того Чтобы Все знают Те кто идут сюда Идут по этой Трэффик Сепарейшн схем Они понимают Что здесь есть течение Есть снос И его тоже Учитывают В системах Разделения движения Наиболее опасные Зоны Это зона Входа Зона Выхода Где Здесь Сюда Идут Абы Как И Стремятся Попасть В эту Зону Вход Вне Зоны Разделения Возможен Но Пропускаем Сюда Следующие Системы Разделения Под Наиболее Меньшим Углом Не Перпендикулярно Обходить Под Наименьшим Углом Точно так же Как И Система Разделения Можно Выходить Но Тоже Предписано Под Наименьшим Углом Не Запрещено Наименьшим Системы Разделения Движения Плавание Судов Наименьшим Самое Важное Для нас Правило Самое Любимое Правило Судов Всех Виктор Мы Его Должны Знать На Зубов Как Дует ветер Откуда Бэйтвив Бэйтвинг Может я чё-то Прямо Да, правильно Как-то так Да Видите, сюда у нас соответственно Идут разными галфами Вот они идут Моговорят Пересекающимися курсами Это правило Двенадцать Один из первых пунктов Если сюда идут разными галстами, то правый галст имеет приоритет. Этот идёт своим маршрутом, а этот ему уступает. В этих правилах, кстати, при рассмотрите разных задачах, есть такие определения, как судно Stand On и судно Give Way. Stand On – это судно, которое идёт своим курсом, своей скоростью, а судно Give Way, которое уступает дороге. В данном случае у нас судно Stand On. Вот это судно, которое идёт со своим курсом и своей скоростью, а судно Give Way – это вот это судно. Оно уступает дорогу. Обязано уступить дорогу. Это пункт А в нашем праве, правый галс прав. Пункт Б, если сюда идут одним галсом, то наветренное судно уступают дорогу под ветреном. Наветренное судно у нас кив-вей, под ветреное судно стенд-он. Сделано это потому, что считается, что наветренное судно у нас может перекрыть ветер под ветреным, и у того же получится паруса потерять управлять. И последний А, Б, С, пункт в этих правилах, последний пункт в этих правилах, следующий, если мы с вами идем левым галсом и не знаем, каким галсом идет другое судно, то мы ему уступаем дорогу. А почему так тебе, как уже изучившему МППСС, почему это правило ввели дополнительным к тем дворам? Ну, потому что он может идти правым галсом, и мы тогда обязаны ходить мостом. Этот может идти правым галсом, да? По Форду Виндаму он может идти хоть левым, хоть правым. А если он идет левым? Ну, мы этого не знаем. Мы предполагаем, что он идет правым галсом. Галсом. Улучшает риск. Правильно. Правильно. Пойдемте дальше. Обгон. Обгоном считается следующая ситуация, когда судно находится позади траверса другого судна, в секторе меньшем, чем 22,5 градуса слева или справа. Если быть попроще, то в секторе 135 градусов позади судно. Вот если судно, которое обгоняет другое судно, находится вот в этом секторе, который я заштриховал, то это судно пытается обгоняющим. Оно обгоняет судно впереди идущее, и оно должно уступить дорогу. То есть обгоняющее судно не должно мешать судну, которое движется впереди него. Итак, в данном случае судно, идущее со своей скоростью, своим курсом, это стенд-он. Судно обгоняемое. Судно обгоняющее и будет являться судном гилплей. Ситуация сближения судов, идущих прямо друг на друга. Расхождение данных судов рекомендовано по странице направо и разойтись с левыми бортами. У этого судна левый борт здесь, у этого судна левый борт здесь. То есть этот вправо уходит, этот вправо, и так в автомобилях расходимся левыми бортами. с левым бортами. Но это если сюда идут прямо нос в нос, считается там 2-3 градуса погрешность. Гуляет на уровне, это 7 градусов или там 5 градусов погрешность. Это уже будет пересекающийся курс. Вот это вот есть ситуация. Они уже расходятся по определенному правилу. Итак, судна, которые идут на встречу друг другу, показывают друг другу левый борт и расходятся. Но им же никто и не запрещает разойтись правыми бортами. То есть если дистанция достаточно большая, и тут гавань какая-то, мы хотим сюда подойти, уйти влево, находясь на этом судне, мы можем повернуть влево и разойтись с этим судном правыми бортами. Но это нельзя делать перед носом. То есть нам вдруг приспичивают повернуть сюда, нифига. Здесь уже правило предписывает разойтись там левыми бортами и уже потом мы можем повернуть сюда. Заблаговременно никаких проблем. Если два судна идут пересекающимися курсами, то судно, которое по правую сторону от другого судна, обязано уступить дорогу. Вот ситуация пересечения курсов точно так же, как на автомобиле. У этого судна, другое судно по правую руку, оно обязано уступить судну, имеющему дорогу. Вот это у нас будет судно Give Way, а вот это Stand On. Помеха справа. Помеха справа. Один в один, как на автомобиле. Если у нас равноценные дороги. Действия судна, уступающего дорогу. Действия судна Give Way. Каждое судно, которое обязано уступить дорогу другому судну, должно, насколько это возможно, предпринять заблаговременное и решительное действие с тем, чтобы чисто разойтись другим судном. То есть, вот это вот Give Way, вот это вот Give Way в ситуации обгона, другие случаи, вот это вот у нас Give Way, вот это Give Way, оно заблаговременно должно предпринять действие, не в последний момент, чтобы разойтись другим судном, который имеет приоритет. Какие это у нас действия мы с вами рассмотрели? Это изменение курса на 30 градусов или изменение скорости на 50 процентов, либо все вместе. Действия судна, которому уступают дорогу судна, Stand On. Вот это судно, Stand On, вот это судно, Stand On, здесь Stand On, здесь Stand On, здесь Stand On. Мы должны с вами соблюдать свой курс и свою скорость, чтобы другое судно могло предпринять действие. Но если же мы видим, что судна Give Way не уступают нам дорогу, мы должны также предпринять свой маневр. Какой это будет маневр? Мы не должны поворачивать влево, если судно от нас находится сверху. Вот судно Stand On, чтобы разойтись с этим судном, может повернуть только направо, только направо. Если оно повернет налево, то Give Way в последний момент может вспомнить о своих обязанностях и повернуть, чтобы разойтись под кормой с этим судном. Он приведет к крэшу. Поэтому мы не должны поворачивать в сторону судна, где находится судно Give Way. В данном случае на левую сторону, влево. Кроме того, мы с вами помним правило номер два. И так, что в данном случае, может быть, придется предпринять действия иные, чем предпринять столкновение. У меня был пару раз ситуация, даже раза три, когда суда, которые обязаны были уступить дорогу, не уступали мне. Ну, приходилось срочно, понимаете, все такие экстрое ординарное действие, там, за пять метров подворачивание, потому что много других судов было, круглые. Поворачивать вне правил мы могли пустить включение. Поэтому особой выдержки было некуда. И там уже, конечно, март-пери-март, третий бонзай. А там оказывался пьяночки. Просто человек, который ушел вниз. Вот такие конкретные. Вот замечательная такая картинка. Где мы видим такую лесенку, которую мы с вами должны запомнить в году за последующие дома, оставшиеся там десять дней и больше. На низшей ступени у нас находятся суда с механическим двигателем. То есть это у нас катера. К этим же судам относятся суда, идущие под парусом и под мотором. То есть если мы с вами поставим парус и включим двигатель, то мы относимся к категории судов с механическим двигателем. Вот этот вот треугольничек, конус повернутый острием вниз, говорит о том, что это судно идет под парусом и под мотором. То есть оно уже становится с этим знаком моторным судом. Имеет низший приоритет. На втором месте у нас по парусу находится суда под парусом. На третьем месте суда занятый ловом рыбы, рыболовецкий суда. На четвертом месте у нас суда ограниченные осадков. Осадка Constate by Grot. На пятом месте суда ограниченные маневры. И на последнем месте Not under the Command. Суда неуправляемые. Рассмотрим кратенько их. Значит, первую категорию мы уже рассмотрели. Это катера и катера. Категории катеров с механическим двигателем относится парусом. Суда, идущие под мотором конуса. Далее, на следующей ступеньке паруса суда. Как только мы поставили парус и выключили двигатель, мы уже имеем приоритет над судами с механическим двигателем. Мы уже становимся с центром судна. А это Give Way, который обязан нам уступить дорогу. Мы должны сохранять свой курс, свою скорость. А все остальные моторные суда нам должны обходить. Здесь есть некие так называемые ХМБ. Хорошая морская практика. Она нам говорит следующее. Что, если даже мы идем под парусом, а навстречу нам придет какой-то, скажем, круизное судно или коммерческое большое, ну, не надо испытывать судьбу. Отдайте в сторону. Потому что оно, во-первых, имеет большую скорость. Во-вторых, для того, чтобы сделать какой-то ванёк, надо затратить тонны топлива. В-третьих, оно спешит. Оно ведет груз коммерческий и так далее. Ну, и там несколько бравых ребяток, как наркопазок иногда ездит по дороге. Которые могут нагнать и перегнать, да, и не заметить себя. Поэтому, хоть правило и есть, но в данном случае мы стараемся и наступать дорогу, ну, по крайней мере, не лезть. Они могут посторониться. Сюда занимающиеся новым рыбам, понятное дело, они могут тащить травы, крючковые снасти, которые заменят, мы не знаем, где там оболочаться. При этом одни тоже идут по своему пути. Если мы к вам будем, другие суда будут им мешать, то, собственно, они рыбами не поймают, там закутывают свои снасти и так далее. Поэтому мы любили точнее суда, которые находятся ниже, по приоритетам, обязаны уступать к данным судам дорогу. Кстати, вот эти вот тёмные, чёрные фигуры, это, так называемые, дневные фигуры, которые очень хорошо в дневное время на поле моря, на поле неба хорошо читаются. Поэтому вот тоже должны будем запомнить эти вот фигурки. В данном случае, фишн плюсом готовят все-таки песочные часы. Я бы еще разговал в свойстве рыбы, или, там, без запутания. Дневное время. Дальше, кстати, следующее судно по характеру «Дон Стрейд Байд Рот», судно ограниченное в осадке. Это, когда судно в соотношении их ширины и глубины, то есть осадки, не позволяет пройти по тому или иному каналу реки, фарватеру и так далее. То есть, в зависимости от соотношения глубины с судно, глубины прохода, осадка и ширина этого судна не позволяют им идти данным путём, данным маршрутом. Да, ограниченные в осадке, они имеют приоритет перед остальными судами, находящимися ниже, которые могут свои перечислить. Следующее заднюю судно ограниченное в манёвре. Там порядка шести типов судов, которые занимаются этими работами, судно ограниченные в манёвре. Сюда занимающиеся дноуглубительными работами запоминаемыми. Сюда занимающиеся гидрографическими работами. Сюда занимающиеся охранением мирной опасности. Сюда занимающиеся прокладкой труб-проводой. Сюда занимающиеся дно и подачей пищи. Сюда буксирующие другие суда. И последнее суда принимающие летательные аппараты. То есть авианосцы. Все это суда относящиеся к судам на ограниченном манёвре. И они имеют приоритет над другими судами, которые мы с вами рассмотрели. И последний приоритет, который наивысший считается, это суда. Неуправляемые, но там языкомы. Это суда, у которых либо сломан билет, либо сломано управление. Ну то есть перворуля, там рулевое управление. Когда они просто, в принципе, могут спешить манёвром. Они ограничены в этих действиях. И, конечно же, им надо всем выступать. Потому что, что они могут сделать? То есть все остальные суда должны стараться им купить дорогу. Почти последний у нас пункт на сегодня. Это действия судов в условиях ограниченных действий. Какие это условия ограниченных действий? Вон в... Сейчас более сильно едет без них. Правильно. В выступление темноты не входит быть. В лунное затмение не входит. И солнечное затмение не входит. В эту категорию. Во время движения в условиях ограниченной видимости мы с вами должны снизить скорость и безопасность. Усилить наблюдение. Включить двигатель. Подавать звуковые сигналы. Установить ваку на радаре. Установить ваку на радаре. Если она имеется. Пять пунктов. Запоминаем. Записываем. А может в дальнейшем у нас в тестах будет это. Действие судов в условиях ограниченных видимости. Усиливаем наблюдение. Подаем звуковые сигналы. Снижаем скорость. Безопасный. Усиливаем ваку на радаре. И подаем. И запускаем. Радар. Это электромагнитное устройство. Которое излучает сигналы. И эти сигналы отражаются от других объектов. Возвращаются к нам. И по определенным физическим принципам. Радиолокатор выводит на дисплей картинки других объектов. От которых отразились электромагнитные волны. Экран радара сделал следующим образом. Считается что в центре находимся мы. Это кружочек. И волны распространяются в разные стороны. Возвращаются и рисуют нам объекты. От которых отразились электромагнитные волны. То есть мы считаемся в центре. А все остальное вокруг нас. Так вот. Правила плавания судов в ограниченной видимости. Что нельзя делать. В условиях ограниченной видимости. Если у нас есть радар. И судно находится впереди нас относительно траверса. Траверс я повторюсь так. Перпендикуляр к диаметральной плоскости судна. Так вот если отпереди траверса у нас находится другое судно. Вне зависимости слева или справа. Нам предписано не поворачивать. На радаре мы видим вот такую картинку. Здесь или здесь. Нам предписано не поворачивать влево. Почему нельзя влево поворачивать? Да потому что это судно может оказаться слева. Нельзя поворачивать налево. И нельзя поворачивать в сторону судно, находящееся сзади траверса. Если справа, то направо. Если слева, то налево. Это как раз у нас рассмотрена ситуация обхода. То есть, если у нас судно слева по траверсу, то мы начнем поворачивать влево. И мы можем прийти так наверху. Это нельзя поворачивать налево или направо. Это из-за стороны судно, в которой оно находится. Итак. Мы идем с вами за штурвалом нашей яхты. И видим какое-то другое судно. В первую очередь мы за себя рисуем картинку. Где мы находимся? В возрасте? Или в системе разделения движения? Что же такое с вами? Я рисовал картинку? Мы определяем что? Ни в узости, ни в системе разделения движения. Отпадаем наши рисунки. Следующее. В ситуации обгона мы или не в ситуации обгона? Если в ситуации обгона, то мы еще вспоминаем, кто у нас обгоняющий, то обгоняемый. Кто кому уступает дорогу в ситуации обгона. На третьем месте мы с вами вспоминаем. Идем ли мы с вами под парусом? Другое судно является ли парусным? Если другое судно парусное является парусным. Гауссом, правило номер 12 из трех пустов, которые мы рассмотрели. Правый дом прав, на ветреный уступает под ветреному. Если мы идем левым гауссом, то уступаем судно, которое не знаем каким гауссом идет. Это правило от жизни парусных судов. И предпоследнее у нас. Под мотором мы. И другое судно под мотором. Значит, у нас уже правило расхождения судов под моторным двигателем. Короче, под мотором, катеров. И последнее, а что последнее место, приоритеты, которые мы с вами рассмотрели. Вот эта лестница. В зависимости от того, к какой категории судов мы относимся. Или как мы сюда рядом стоим. Еще раз погулять вам. Уже более... Сейчас вот просто общую структуру разрисовал. Разрисовал как бы картинку. А теперь постараемся эту схему разобрать более подробно. Идем мы с вами еще раз рассмотрим ситуацию. За штурвал. И попадаем в узость. Мы сразу же вспоминаем, что в узость мы с вами идем. С правой стороны проходим узость. И не мешаем другим судам. И не встаем там на якобы. Вне зависимости от того, какие суда вокруг нас. Мы уступаем себе дорогу. Если мы с вами не в узости, а в ситуации обхода. То даже вот этот вот вариант. Мы с вами идем здесь. А нас с вами начинает обгорять. Судно. Вот с этим знаком. Кто кому уступает дорогу? Он на крайнейшем маневре. Вот. Так вот правило говорит. Приоритет обгона выше. Вот это судно должно нас объезжать. Хотя оно и не имеет и не управления. И не имеет маневра. То есть не имеет никакой возможности. Мы, судно, стенд, фон. Почему мы вывели обгон на второе место? Потому что в данном случае правила расхождения под приоритетом не действуют. Здесь вступает в силу второй номер. Правило номер два. То, что в самом начале. Мы должны предпринимать все действия, что нужно привести к сопровению. Но правила расхождения не будут действовать. Дальше. Если это не отгон. Если это не отгон. То. Мы, опять же, идем с вами. Понимаем, что идем под парусами. И рядом будет другое судно под парус. Тогда, собственно, расходимся по правилам номер двенадцати. Если же другой судный катер, то мы сразу же перескачиваем на последний пункт по приоритетам. Но приоритете. А то уже не в приоритете. И, после того как мы рассмотрели, что мы под парусом и другое судно под парусом, разошлись по правилам номер двенадцати. Если мы выяснили, что мы идем под мотором, а другое судно под мотором, то у нас правило распространения моторных судов. Кто справа, мы уступаем дорогу суду, которая справа. Если мы идем встречными курсами, то мы расходимся левыми бортами, и не должны поворачивать в левую сторону судна, если вдруг нам с этого не уступает дорога. Это у нас правило распространения судов под мотором. И на самом последнем месте, это наша с вами лесенка. Которую мы только что с вами осмотрели. То есть, если суда идут навстречу друг другу, и мы идем под парусом, мы идем под парусом здесь, а навстречу нам судно, там, Constraint by Drone, то мы уже, конечно, уступаем дорогу, потому что он имеет приоритет. И это не ситуация обгона, которая выше по приоритету. Поэтому нам важен этот алгоритм, что здесь мы валим, не мешая. Здесь мы ситуацию обгона рассматриваем, невзирая на то, какое относительно у нас судно. Здесь мы как два парусных судна расходимся, следующее рассматриваем по приоритету расхождения моторных судов, и дальше по приоритету все остальные суда, в зависимости от той судьбы. То есть, по-моему, теперь мы уступаем дорогу даже мотором нашего размера? Мы должны, нет, нашего размера, конечно, нет. В основном мы еще будем идти в узости и в системах разделения без паруса. Но, опять же, системы разделения здесь отпадают, там, в основном, коммерческие суда, мы им точно будем мешать. А в узости имеется в виду большим, крупным судам. Это квинт-эссенция всех МКПСС. По огням чуть позже рассмотрим. Ого! Ого! Выясняется, что МКПСС не таки сложно. Ого! Ого!